Харе Кришна, всем кто любит аккумуляторные батареи, сегодня речь пойдет об одной из технологий, которые применяются в аккумуляторных батареях, а именно Carbon Boost. Из самого названия понятно, что связана она каким-то образом с карбоном. А само слово Boost это то, что технология что-то улучшает, дает какой-то импульс. Карбон, в свою очередь, это синоним углерод. Углерод для нас звучит более понятно для нашего уха. Получается, что Carbon Boost это применение углерода для улучшения чего-то. Вот сегодня мы и разберемся, что это за такой углерод и что он улучшает. Сама эта технология Carbon Boost была запатентована таким монстром в мире аккумуляторных батарей, как Excite. Не то чтобы они ее придумали, потому что исследования в этом направлении велись задолго до того, как Excite воплотил эту технологию в мир. Но именно Excite первой начал ее широко применять. А так как Excite в мире аккумуляторных батарей это как айфон в мире смартфонов, то он и задает моду, и на него равняются остальные производители. И технология Carbon Boost закрепилась в сознании как ноу-хау от Excite. Где мы можем встретить углерод? Он на самом деле вокруг нас. Мы его можем встретить везде. Например, активированный уголь это углерод, древесный уголь это углерод, сажа, которая остается после горения это углерод, графит, который в карандашах, которые пишут, это тоже углерод. И не только углерод, он еще и очень хороший проводник. А еще графит, то есть углерод, применяется в атомных реакторах, потому что он выдерживает большие температуры. Углерод это даже алмаз, из которого потом делают бриллианты. Из углерода также делают прочные углеродные волокна. Проще говоря, углерод это прочность, надежность, выдерживает высокие температуры и когда что-то сгорело. А еще углерод это проводник, очень хороший проводник. И именно это свойство и дает тот эффект, который нужен в аккумуляторных батареях. А теперь давайте обратим внимание на рекламу, которую дает производитель и что там он нам рассказывает. Чем же так хороша эта самая технология. Что мы там увидим? Первое. Большие пусковые мощности увеличены до 30%. Второе. Большая скорость заряда аккумулятора повышается на 1,5-2 раза. Больший срок службы аккумуляторной батареи соответственно. Ну и еще много всего того, что придумали маркетологи. А правда в том, только в том, что аккумулятор с этой технологией заряжается действительно быстрее. Все остальные преимущества это следствие этого первого. То есть того, что аккумулятор действительно заряжается быстрее. А зачем аккумулятор заряжать быстрее? Разве обычный аккумуляторная батарея не заряжается довольно быстро? И это чистая правда. Даже простые аккумуляторы нормально себе по времени заряжаются. Но есть единственный один случай, когда нормальный аккумулятор зарядиться не успеет. И это тот случай, если на автомобиле стоит система старт-стоп, которая экономит топливо. И при которой постоянно используется стартер, то есть крутится электрическая машина, которая потребляет много тока. И вот эта система старт-стоп постоянно разряжает ваш аккумулятор. И это на самом деле большая проблема, потому что обычные аккумуляторы при режиме, когда он работает в режиме заряд-разряд, то есть циклирование, и при этом постоянно недозаряжен, а недозаряжен он обычно на 20-80%, такие аккумуляторы очень быстро деградируют. Как я уже сказал, технология Carbon Boost была опробована очень давно. Но это не ноу-хау. Но применение она не нашла при изготовлении аккумуляторов. Никому она не была нужна. Но вот когда появилась система старт-стоп, о ней вспомнили. Вытянули ее на свет божий, отряхнули от нафталина и внедрили, так сказать. А внедрили ее, как правило, на аккумуляторах типа IGM и EFB, потому что именно такие аккумуляторы применяются в системах старт-стоп по ряду причин. Сам принцип этой технологии простой, как дверь. У нас есть аккумулятор, он работает в режиме цикличности и постоянно недозаряжен. Красота прямо. Быстрая деградация ему 100% гарантирована. От чего он умрет? От сульфатации, понятное дело. Да, от нее, от нашей самой любимой сульфатации. Когда аккумулятор недозаряжен, когда он работает в режиме цикличности, отрицательные электроды очень быстро накапливают в себе нерастворимые кристаллы сульфата, которые растворить при нормальном заряде нельзя. В результате потеря емкости и утилизация. Ну, можно перетопить на грузике, кому надо. Накопление сульфата, в свою очередь, возникает из-за неравномерного распределения зарядного тока по площади аккумуляторных пластин. Сейчас речь идет об отрицательных пластинах. Я вам всегда в своих видео говорил, пластины заряжаются неравномерно. Чем выше зарядный ток, тем больше эта неравномерность. Чем больше засульфатированы, тем больше неравномерность. Какой выход из этого? Тут все логично. Нужно распределить этот зарядный ток более равномерно по поверхности пластин. Есть два варианта. Вариант номер один. Сделать решетки пластин, которые, в свою очередь, являются токопроводами, очень хитрой формы, которая позволит достичь такого результата. Этим занимаются ребята из Варты и ребята из Боша. Это их фирменная фишка. Вариант номер два. Более хитрый. Достать из нафталина углеродную технологию, отряхнуть от пыли. И нате вам Carbon Boost. Ребята из Excite более хитрые ребята. Теперь непосредственно поговорим о том, что же такое Carbon Boost. Все на самом деле очень просто, элементарно. Надо знать только устройство аккумулятора, чтобы это понять. У нас обмазка пластин пористая. Это мы все знаем. Как делается обмазка? Берется свинцовый порошок, то есть пудра. Пудра намазывается на решетки, формируются поры и вот тебе пластина для аккумуляторной батареи. А чтобы порошок не рассыпался, когда его будут намазывать на пластины, он как тесто должен быть. Вот если возьмем муку, это тоже порошок. Тоже такая типа пудра. И вот эту свинцовую пудру, подобно муке, замешивает на кислоте. Ну, муку замешивает на воде или на яйцах, а свинцовый порошок замешивает на серной кислоте, то есть на электролите. Получается свинцовое тесто, которое потом и намазывает на решетки пластин. А электролит, в свою очередь, который, как мы знаем, содержит серную кислоту, вступает в реакцию со свинцовой пудрой. И образуется сульфат. Тот самый сульфат, о котором вы, конечно же, все подумали. И вот этот сульфат теперь будет называться техническим. Он как раз и есть клеем, который склеивает вот этот свинцовый порошок, чтобы он не рассыпался. Тут все очень просто. Но есть одна очень большая проблема. Дело в том, что вот этот сульфат очень плохо проводит ток. Он практически его вообще не проводит, этот ток. И такопроводящая площадь металла свинца, то есть тому самого порошка свинцовой пудры, сильно ограничивается непроводивым слоем клея сульфата. Потому что сульфат ток проводит очень и очень плохо. Вследствие этого снижается токоотдача аккумуляторной пластины, токоприемистость этой пластины, общая проводимость всего аккумулятора и равномерность распределения зарядного тока по пластинам. Вот вам и проблема. Как ее можно решить? Решается эта проблема периодическими зарядами аккумуляторной батареи до полного заряда. И лечебными циклами, которые существуют. И было бы все в принципе неплохо. И всех бы все это устраивало, как до этого времени. Но тут появился старт-стоп. А там не то, что периодические полные заряды. Там вообще хронические недозаряды. И проблема деградации аккумуляторных пластин отрицательных очень сильно усугубилась. И ее надо решать. И ее решили соответственно. Очень просто решили. Добавили графит в обмазку пластин. Графит ток проводит. Очень хорошо проводит. И этот графит подмешивает в обмазку. И он компенсирует изоляцию техническим сульфатом металла свинцовой пудры. Если проще, он выступает токопроводящими мостиками между песчинками свинца обмазки. То есть между этими кусочками пудры. В результате получаем токопроводность пластины выше. Распределение зарядных токов в обмазке пластин намного лучше. Скорость заряда соответственно при этом увеличивается. Понятное дело. Но главное заряд в обмазке пластин. Очень более равномерный. И в свою очередь это уменьшает деградацию отрицательных пластин от сульфатации. От накопления сульфатов на 8-13%. Это на самом деле хороший результат. Таким образом очень просто решается хронический недозаряд и его последствия. Хотя если честно, не совсем решается. Проще сказать, сильно улучшаются условия заряда за счет дополнительной электропроводности обмазок пластин. Теперь осталось все это безобразие назвать красивым названием Carbon Boost. И можно эту технологию продавать. Которая в принципе успешно и продается. Тем более, что там того графита нужно до 1%. Чаще всего добавляет 0,7%. Значит ли это, что аккумуляторы с технологией Carbon Boost можно вообще не заряжать? Нет. Их тоже нужно периодически заряжать. Carbon Boost дает возможность увеличения времени деградации от сульфатации и как следствие потери емкости аккумуляторной батареи. Но не решает он эту проблему на 100%. Поэтому обслуживать аккумуляторы с такой технологией все равно надо. Логически напрашивается вопрос, можно ли аккумуляторы с технологией Carbon Boost применять на автомобилях, у которых нету системы старт-стоп. Конечно же можно. Это даже оправдано, если у вас короткие поездки и аккумулятор не успевает заряжаться от генератора. Второй логический вопрос. А есть ли минусы у этой технологии? Ну а куда же без них? Конечно же они есть. Если Carbon повышает проводимость током, он повышает и саморазряд. Потому что реакция двойной сульфатации идет в две стороны. Как на заряд, так и на разряд. А еще графит понижает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. То есть графит, который применяется при Carbon Boost, снижает зарядный потенциал пластин. Мы ведь конечно все помним, что в аккумуляторах типа IGM заливается электролит повышенной плотности. И не от хорошей жизни он там так заливается. Вот такая вот она незамысловатая технология Carbon Boost. На самом деле предельно простая и логическая. Все новое, как мы все знаем, это очень неплохо забытое старое. А сегодня было такое видео. Надеюсь оно вам понравилось. Надеюсь оно пролило свет на некоторые волнующие вопросы. Не забывай мне ставить лайк, потому что я очень жаден до лайков. У кого какие вопросы, пишем в комментариях. И обязательно подписываемся, кто еще не подписался.